Сейчас попьем чаек с митком и кое-куда выдвигаемся. Так, мы в машине, 22 января 22 года сегодня. 2022-01-22. Да, неплохо. Минус 18 градусов. В общем, сейчас мы двинем в оленевую ферму. Ралина захотела, она уже как раз третий просит туда свозить. Четвертый. Ну, в общем, сейчас поедем. А за это Ралина нам будет читать историю проезжающих населенных пунктов. Это Горный щит, Полевской и Полгневая. Вся машина прогресса, мы выдвигаемся. Ну, съемку начну куда-то сведевать. Вот, рабочие дни, было все тепло. Минус 5, минус 4. Суббота настала. Вроде можно куда-то съездить. Минус 23 уже. Что ж такое-то, вот как назло. Поехали мы из Арамиля, Сырловскую область. Сейчас будем проезжать. Малая, Большая, Четельникова. По станции Осесерди. Там мы уже на той неделе проезжали, когда к академическому ехали. Потом, чтобы снимать не будем. А потом уж как завернем в сторону горного щита. Там уже можно было бы снимать. Я давно там не езжу. Лени фермы находятся в Челябинской области. Это Итфельский район. А Арамиля до туда 110 километров. Приехали к Полевскому тракту. Еще в предыдущей неделе мы повернули направо на Екатеринбург. Потому что мы ездили в район Солнечный. В Академический, кстати, нас просят зимний тоже снять. Летний есть. Обязательно съездим и смотрим, погуляем. Но вот в морозы мы поняли, что не очень в Солнечном было гулять комфортненько. Поэтому на машине проехались. Ну, чуть-чуть прогулялись, конечно. Передние ноги отморозили чуть-чуть. Лучше как бы более теплое время выгорать. А сейчас мы повернули на Полевской. Тут по пути нам еще несколько населенных пунктов попадутся. Едем. Так, заезжаем в Горный Щиц. Всем привет отсюда. Всегда проездом мы здесь. Дорога через него проходит. Другой нет. Сейчас нам Ролина зачитает историю. Ну, давай сначала начнем с того, что... Какого года он, основания? 1721 год. Я попрошу вас погромче говорить. Я не умею громче. Да, кричи тогда. Ты же на меня иногда, Денис! Да? Ладно. Население 6299 человек. А-а-а. Ну, давай дальше продолжим, что там есть история. То есть, мы все это из интернет-источников, соответственно. Потому что книжки мы не читаем. Ну, да и где-то найти. Хотя, наверняка, что-нибудь есть. Село создавалось на левом берегу реки Угдус в 1721 году. По оказанию Василия Никитича Татищева. На месте сожженных во время очередного восстания Башкир в села Верхний Угдус и деревня Амино. Как крепость горных заводов щит. Может, я не буду читать? Нельзя, читай. Да не хочу. Давай, давай, давай. Поучаствуй. Крепость здесь имела пять бастионов. Была окружена земельным грузом вером. И на Толбами. И служила для защиты от нападений Башкир на дороге из Сибири в Россию. А также железодел... Железодел... Делательный завод, да? Да. На реке Угдус. Ага. 1723 года и Исити. Бажур писал в свои сказки две ящерки деревню. Так горный щит нарочно построили, чтобы дорога без опаски была. Вот так. А, ну то есть он реально горный щит, он реально щитом был. Да. Этого региона. Давай свернем направо, что здесь проведем. Что там еще интересно пишем? Больше ничего. Ну-ка давай зайди вот в промышленность. Что там промышленность есть? Горнощицкий мраморный завод. Ого. Гранильные шлифовальные паблики в связи с сокращением заказов 1856. В восьмом году приостановили работы. Ага. В 1961 году в селе создали совхоз Горнощицкий. Впоследствии ставший арендным предприятием Горнощицкое. До начала 2011 года работают несколько больших предприятий по производству строительных материалов и стилю из древесина, а также лага и красок. Ага. В 1990-е годы население Горного щита практически не сокращалось в том близости к Екатерингу, дававшему рабочие места. Экономика села никогда не была связана с одним или несколькими предприятиями. Имелись устойчивые связи с Екатерингу, что позволило село избежать в участие в Монако-городов с Гиловской области. Ты так все тише, 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 тише. Да я не могу громко. О, сейчас же нормально сказано. Ну сейчас, ладно. Дальше что? Все? Да. Ну ты с радостью все все скажешь, конечно. Все. До стопримечательности. До примечательности давай. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, музей истории Горного щита, собрание изделий культуры и убытых жителей Горного щита в 19-20 веков, имеется реконструкция внутреннего убранства сельской избы, изделие и экспозиции посвящено участию жителей Великой Отечественной войны, музей находится здание горнощитной школы номер 142. Ага. Ага. А что-то мы тем временем из горного щита выехали. Спасибо, Ролине. Давайте ее поддержим. Не знаю, как слышно было громко-негромко. Так я больше читать не буду. Нет, еще поиску предстоит. Да, 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 Ролинка. Давайте ее аплодисментами поддержим в комментариях. Я читаю. Что не напишем. Так чуть не умеешь, ты нормально читаешь. Вот. Мы же тут не скорость чтения устраиваем, а наоборот. Вот, надо не торопясь читать и так далее. А куда мы едем, я что-то не понимаю. Что-то я, что-то я хотел по городу проехать куда-то выехал. Куда-то ведешь. Вот, смотрите, куда-то приехали, сами не знаем куда. Вот эта дорога, на самом деле, она тупиковая. Ведет от Чусовского озера. А мы приехали куда-то, смотрите. Солушки, город и лес. Тут что, солушки одни живут что ли? Здесь, мне кажется. Да, походу, тут реально дома выстроены. Хороший коттеджный поселок. И он, наверное, закрытого типа. Я думал, вот это магазин, кстати. Магазин, наверное, по почкам сейчас и по течению не работает. У тебя может и работает. Слушай, интересно, интересно. Смотри, домик украшен. Светится весь. Стояночка. Да, так шлагбаум. Слушайте. Интересно. А как к магазину подъехать? Это же магазин? Тут елочка. А, ну тут, видите-ка, система автоматическая. То есть, подъезжает, они что-то показывают. И проезжает на душе. Прикольно. Я даже не знал. Такой райончик. Классненький елочка. Мусорные баки. Мишка сидит. Где, Мишка сидит? На скамейке. Хоккейный корт. А, маленький Мишка? Ты будешь Мишка, я там, звери большого еще. Где ты, Мишка? Не знаю, кто это. Мишка. Мишка сидит, да. Ставим Мишку. Вот эта дорога, ну вот куда мы сейчас поехали, да? Она ведет до Верхняя Макарова. А там же рядом река Чусовая и озеро Чусовое. Вот. Остановочка, смотрите, цивилизм. Слушайте, ну классно, конечно, райончик будет. Ну тут домики-то, наверное, прилично стоят. Ну, кто успел, раньше купил, наверное, тут миллионов, так за восемь. Нет, тут подороже, наверное. Сейчас-то они еще в два раза, наверное, подорожают. Если вот сейчас для них магазин откроют, или он уже открыт, то вообще шикарно. А тут я не пойму, что такое забор он, да, видишь, и горожан. Какой-то полисадник, что ли. Все, закрыться все не можешь. Печка работает. Дизит он, крикол. Давайте немного по данным селу проедемся. Итого по главным дорогам. Мы про него зачитали. Всем привет отсюда. Вот немножечко-то покажем, да. А то все по центральной дороге ездим. И ничего не видим. Там, кстати, до Полевского еще один из семена, я помню, я вообще помню. Довольно-таки интересный. О, блин, а там дома справа. Многоэтажные. Надо вот проехать там. Домов многоэтажных, я здесь, так понял, очень мало. Так, помеха справа. Больше, конечно, вот такого частного сектора. Понятное дело, что здесь много всяких красивых домов. Горно-щит находится, ну сколько тут, километров 15-20 от Екатеринбурга. То есть это достаточно маленькое расстояние. И, соответственно, многие люди, скорее всего, работают в Екатеринбурге, да, зарабатывают деньги здесь, там, построились. Есть и старые домики, смотрите. Прям такие ветки. А это что такое, да? По школе, да? О, кстати, церковь была там, да? Про которую ты зачитывал. Сейчас мы там как-нибудь проедем. А, смотри, вот много квартирные домики пошли. Вот, много квартирных домик кирпичный. Все тут есть. Просто надо поглубже заехать, получается. На самом деле он, ну, 6000, представляете? О, давай туда съездим на горло. Потом обратно по этой дороге. Мне интересно стало там такая дорога. Что-то олени нас не дождутся. Не, ну, по Левскому мы там не будем так подробно объезжать, конечно, по Полевскому. У меня много видео. Мы прям, я как-то ездил по нему, он все показывал. Просто проедемся, чуть-чуть зачитаемся. А вот по горному счету никогда не катались. Водоем местный. Только обычно, знаете, мост и табличка есть, да? Здесь таблички не было. Что, ноги начали сыграться? Ну, вот отлично. А это какая-то дорога. А, ну, она потом на трассу тоже, скорее всего, уходит. Ну, да. Тут куда-то она направо пришла. Поворотники не включают, что-то заранее. Ай-яй-яй, да. Нет, действительно, проезжаешь по центральной дороге, и кажется, что такой вот населенный пункт очень маленький-маленький, узенький-юзенький. А на самом-то деле нет. Он, блин, достаточно такой широкий прям расположился. Широко. Как ты, любишь, говорить широко? А, широко. Ладно. Так, это еще не тупик. Можно налево поехать. А, ну, мы не поедем, поедем направо. Поймем, спокойно улыбочкой. Угу. Ну, мы видишь, сейчас сколько? 9 часов. Рано, видимо, у тебя печки топятся уже, машинки прогреваются. Нет-то. Видите, вот есть современные такие большие домики. Есть вот маленькие старенькие домики. То есть, разнообразие. Ну, что за табличка? Пас, запрещено. Пас, запрещено. Пас, запрещено. Переиспалил, но запрещен. И где-то нам направо нам будет повернуть. Смотрите-ка, как интересно. Тут асфальтированная дорога. Куда мы выехали вообще? Ты меня спрашиваешь. Ну, да. Интересно, куда эта дорога ведет. Сейчас посмотрим. В общем, эта дорога на Шабровский, там, Присковый. Посмотрели, то есть, асфальт прикольный. Я даже не знал. Ну, то есть, эту дорогу только когда приближаешь, видно. Так, река, тут исток. Вот эта вот речка. Я исток сказал. Это на самом деле уктус река. Вот. Извентиляюсь. Сейчас мы пройдем церковь. Про которую Ралина нам зачитывала. Как достопримечательность считается? Что, у нас кромка? А, а, тут это автовокзал, я так понимаю. Кстати. Горный щит, продукты. Газовые автобусы ездят. Запахи вкусные, печки. Только домик интересный. Хлеб. Всегда, видимо, что-то. Хлебец продают. Так. Мореалы. Школа. С школьным автобусом рыжим. Мне почему-то всегда, вот когда я вижу рыжий автобус, мне с детства фильм ужаса вспоминается. Фредди Крюгер. Вот это вот, насмотрелся я тогда. Вот тогда просто ужасы, прям ужасы снимали. Сейчас вот ужасы смотришь. Фигня какая-то. Вот тогда прям, либо, либо, знаешь, я маленький был. И все это эмоционально так исполнялось, прям страшно было. И потом, идешь такой, идешь по улице, раз, встретишь дядь какую-нибудь, похожую на Фредди Крюгер. Такой, Фредди, Фредди. Ты, 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 побежал там, прям, реально, ты, надеюсь. Посмотреть вот этот фильм. Мне кажется, такая предятеля. По сравнению. Ну, можно посмотреть, конечно. Современно. Да как, что, современно уже? Они не про что. Ну, есть временные шастики интересные. Не знаю. Японцы умеют снимать. Что там они японцы снимают, аниме, что ли? Нет, там, что там, глаз вот этот. Ты смотрел глаз? Нет, я вообще сейчас не смотрю ничего. Ну, это уже не так, как вышли эти фильмы там. Что еще там есть? Что еще там есть? Девушка из колодца-то выходит, когда она как-то вызывается. Низя черепашка? Нет. Ну, они же из колодца выходят. Звонок, она. А, то есть она по звонку из колодца выходит, да? Я не помню. Я не помню. Ладно, я фильм уже давно даже не помню. Мы с тобой смотрели последние разы. Какие мы фильмы смотрели? Я уже даже не помню. В последний раз мы смотрели Дюну, но... Да, ты такой отстой. Ну, да, мне тоже неинтересно. Слишком долго все это там разжевывается, разжевывается, разжевывается. И в конце интересное начинается, и фильм заканчивается. Вот и все. А, ребят, кстати, вы пишите, какие вот сейчас интересные есть современные фильмы. Чтобы можно было посмотреть, да не знаю, любые фантастика, комедия, ужас, без разницы. Ну, штука интересная. Детективы даже можно. Что-то, видимо, может, мы отстали с тобой просто от этого всего. Не следим за трендами, обсмотренными, сумочками на домике. Что-то нарисовано. Лампа, фонарь. Ну, понятно, что некогда. Ну, пока сам снимаешь, потом монтируешь. Потом уже времени, конечно, не остается. Плодопитомник здесь есть. Видимо, работают. Так, ну, вот эта часть, получается, тут какие-то сквозные помещения, что-то производственное. А, ладно, что-то не слышу. Да, видимо, и с одной стороны, видите, все это работает, для меня есть база, как это, база. Для меня, знаете, база, это значит, как у нас в городе, база Орсы. Там вот туда продукты приводят, база распределения логистическое. Да, дорожки есть. Вот эти вот домики, я что-то не помню, когда они возвели их. Тут же много квартирных таких, коттеджики. Достаточно интересная. Я думал, это жилое, а это коммерческое. Вот пятерочка есть. Пятерочка, помню, у меня как выходили здесь. Ну, все, выезжаем из горного щита, ребят, всем. Всем пока отсюда. Желаем вам развития нашего населенного пункта. Вам всем блага, здоровья. Мы едем дальше. Так, а следующий населенный пункт у нас будет Курганово. Ну, получается, между горным щитом и Полевским. В Полевском мы заедем в торговый центр. Купим оленяшкам, не знаю, морковки, ну, короче, какой-то еды. С собой всегда, вот, кто поедет, надо там везти наличность. Я так понимаю, там безнала нет. Имеется в виду на валене ферме. Также там уже шелки поесть из ковбанятины. Ну, еще что-то, короче, посмотрим. Там все время что-то обновляется. Я посмотрел на сайте, вроде сейчас все работает. Хотя недавно там, что-то вроде прикрывали. Там женщину убило дерево вроде падающее. Какая-то такая новость промелькала. Значит, дорога здесь, в принципе, ну, ничего такого, да. Единственное, будет вот со всех сторон нас окружать. Коттеджные поселки. Тут очень много коттеджных поселков. У нас город Екатеринбург, все-таки, он развивается, он растет. И как-то не последнюю, он далеко не последнюю, а, наверное, одну из первых, из первых строчек, да, занимает у нас по развитию. Ну, и, соответственно, у людей деньги есть. Поэтому и строятся коттеджи. И всяко-разно. Коттеджный поселок здесь. Коттеджный поселок. Ага, думал, табличка, это городской полицейской области. Хотя, вот мы все едем справа, а не коттеджный поселок, за деревьями. А ни одного названия я так и не видел. Как из заезда, кстати, что странно. Ага, моргает, видимо, камеры, либо гаишники. Тут есть ограничения, где остановки. Там скорость 70 км в час. Всегда. Они частенько камеры ставят. Ну, мы, в принципе, всеми стоятем сейчас. Вот, либо гаишники стоят. А, стоят? Точно, точно, точно. Гаицы. Стоят машинки и сидят. Ну, холодно, наверное, попком. Лесто, бесто. На месте. Вот там просто. Нашли повороты. Зуброво. Морозовская дача. Морозовская дача. Монумент Европаазии. Монумент Европаазии. А, да что за моду? Везде этих Европаазии наставили бы. Вообще кучи. Итак, выезжаем мы в Курганово. Кстати, у нас есть видео, где мы проезжали до спортивного комплекса Курганово и оздоровительного лагеря. Да, есть видео, мы сюда сворачивали их. Давайте. Замечательная Ролина нам сейчас зачитает, сколько здесь населения и история. В 1680 году население 748 человек. Немного. Основано в XVIII веке у брода через реку Чусовой на дороге из Северского завода в Екатеринбург. В 1803-1804 годах в окрестностях села были найдены золотоносные жилы. Однако после нескольких лет интенсивной разработки здешние месторождения истощились. Бывшие старатели занялись сельским хозяйством. Близ села Курганово проходит географическая граница между Европой и Азией. На границе двух частей света установлен монумент. Который сейчас мы проезжаем. Курганово на берегу Макаровского водохранилища располагается база отдыха Трубник, принадлежащая Северскому Трубному заводу. А, это который в Палевском мы проедем, кстати, в конце. Да, покажем. Все. Все? Все. А что тут есть достопримечательности, промышленности? Ничего такого не да? Нет. Ну, достопримечательность, я скажу, это будет вот церковь там, с которой мы будем проезжать. Она достаточно красиво выглядит. Как говорится, дорого-богато. Значит так, да? Здесь добывали золото, все, добыли, занялись сельским хозяйством. Только я не знаю, где тут поля, тут полей-то не видно. Тут леса же у нас одни. Что, эти руки еще замерзут? Ты потрогай, а не ледышки. Ледышки? Да. Что, чем все замерзает-то? Как мы сегодня с тобой коленем-то пойдем? Может, ты согреешься? Побежи. Вот она, церковь. Здесь красивая церковь. Ну да, она красивая, она прям отличается. Это перолеку не сказала. Водохранилище-то сказала тут река еще. Чувствовая. О, нифига, смотри, там палатка какая-то стоит. Там какой-то, вон, модный рыбак. Видишь, в палатке. Там, знаешь, он, скорее всего, сидит в шортиках, босиком в палатке рыбачить. У нас работа тоже у сотрудника, говорит, я в шортах зимой в минус 30, там сижу. Там тепло, что печка работает, рыбачивает удовольствие. Да, вот эта база Трубник. Оздоровительная при заводе Северск. Северск, ну, так Северск. Так завод называют, и так же это Полевской. То есть у него две части, Южная, Северная. Северная вроде как Северская. Мы сейчас все равно его проедем. Вот эта что? Да. Ну, вот видишь, табличка, база отдыха Трубник. Заброшено? Да нет, не все заброшено. Ну, все, едем до Полевского далее. Поворот на Ревду, Дегтярск. В 20-м году, 1 января, мы с родителями вот по этой дорожке поехали, тоже было холодно. Заяхали в Ревду и в Дегтярск. Покатались, погуляли, промерзли. Думаю, интересное видео есть на канале. Кстати, в этой местности где-то есть всегда теплое озеро. И оно, по-моему, даже называется теплое озеро. Мы вот как-то смотрели по достопримечательности. То есть, да, и летом, и зимой, то есть и в минус 30. Оно всегда теплое. Есть какой-то теплый источник там. Мы когда-нибудь обязательно съездим, но надо тоже более-менее теплую погоду, потому что там, докуда ты доезжаешь, и потом 2-3 километра надо пешком тяпать туда-туда. А это круто, это полезно, конечно, но не в морозе, не в морозе, конечно. Но съездим, посмотрим, интересно. Интересно, рыба там есть всегда теплое озеро? Представляешь, рыба там живет какой-то. Как у нас люди где-то там на юге, да, всегда в тепле. Такие, наверное, там в панамках плавают, там с трубочкой коктейль пожимают. Это здесь, типа, у вас на зима у нас тепло. Так фантазии, да? Может, там нет рыбок, а может, крокодила боится. Ну, на шучу. Посмотрим, а там. Дорога от Курганова-Полевского, она вот вся такая. Все так выглядит. В принципе, по качеству хорошее. Много ограничений, 70, как и до этого было. Так же камеры ставят. Ну, на принципе, прямая дорога. Единственное, есть подъем, есть тюкки. Спуски. Ну, это нормально. Сейчас начнутся интересные таблички. Города Полевского, не знаю, это там решение администрации, либо кого-то еще города, да? Заманивающий в городе. Описывающий, чем, ну, какие есть достоинства у Полевского. То есть сейчас мы вот подъезжаем, это Стелла, наверное, да, Полевского. И вот сейчас таблички начнутся. Смотри, Полевского, 1717 года, да? Ролина сейчас попозже зачитает. Мы сначала уходим в магазин, и потом она зачитает, потому что про Полевскую достаточно много. Вот, смотри, читаем. Полевской город? Сказок. 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 Сказок, ну, Бажова. Он же тут как бы как бы воссоединяется. С той стороны Сесерд, с этой стороны Полевской. Бажарские сказы, вот это все, как бы, вот, между ними. В лучшем мире трудные. В лучшем мире трудные. В лучшем мире трудные. Это трудный завод Северск, который делает. Не знаю, улучшение не лучшей в мире, но завод достаточно крупный. Так, следующий. Кричит заведующий. Интересно, так вот. Едешь, читаешь. Ну, интересно, мне даже не пригласили. Азов-гора. Азов-гора, да, мы на нее ездили. Ездили на X-Ray. На самом деле, на низких машинах туда офигово ехать зимой, можно застрять. Но мы проехали. Потом еще прилично ходить. Ну, короче, мы там полазили. Здесь за скалы даже на попе покатались. В общем, тоже видео есть. Все это в ссылочке пообещу. Сверхточное литье. Вот так вот. Нет, интересно, вот если вы знаете, каждый город, вот к нему подъезжаешь, и у него есть, например, какие-то достопримечательности, да, и вот заранее до подъезда в город эти-то саморечальности бы вот описывались, да, не показывались полностью, но они описывались. Там-то, там-то находится даже адрес, например, что бы был. Вот интересно, что ты заранее будешь ехать и знать, не рискать где-то в Яндексе, да, и вот приехать потом и посмотреть, то есть заинтересовать. Что это? Место силы. Место силы. Это где? Это какой-то храм, что ли, там. А-а-а, я-то же этого не знал, что за место силы интересное. А там адреса не было? Нет. Ну, там внизу что-то написано, но в мелкие. Красная горка. Я вот, кстати, тоже в Красногорке ни разу не был, не ездил. Ну, как-то тоже. Да не, сейчас, на ребят. Два километра все. Ну, два километра. Кто-то просто в магазин очень сильно хочет. Очень хочет. Хе-хе-хе. Так. Дальше. Что там бежит? Чудотворный образ. Топорам, святых, апостолам, петра и что-то тут еще. А, все полевской, ребята, всем из полевского. Привет. Заяхали мы к вам. Офишин. Что-то, за номера, три топора из Москвы тут делают. Фондайчик. Ты еще и новичок. Почему новичок? Ну, знак, видишь, какой. А-а. Далеко забрался. Москвич. Так. Национальная традиция. Национальная традиция. Мечеть. Маха. Михаила. Михаила. Нет. Очень мало. Это какая, какой-то. Ну, блин, мелко там написано, не успеваешь прочитать все. Татарское имя. А-а. Так, вот это домики построенные, как нам говорили, тоже трудным заводом для своих, соответственно, работников. Ну, конечно же, не бесплатно за деньги, но, видимо, с какой-то льготой. Рамы творчества. Рамы творчества. Центр культуры и народного творчества. Угу. Ну, вот так вот. Видишь, трубы вон дымят уже, ну, как бы промышленность здесь есть. Продукция с именем. Э, это колбасы, да? Чиркашин партнер. Чиркашин партнер? Двигнату колбаска, значит, производит. Чиркашин партнер. Надо посмотреть. А может сейчас табличка будет? Самые дешевые цены на бензин? Ну, там заправка. А, ну, ладно. Наверное, нет. Давай посмотрим, что написано. А, свежий хлеб, свое хлебозавода. Давай ценик сейчас на бензин. Натуральное молоко, то есть молокозавод здесь. 92-й, 47-63, 95-й, 51-78, дизельный тоже, у него, 54-76. Это лукойл. Ну, лукошка у нас дороже всего. Я, кстати, ребят, на Газпроме сейчас езжу, разницы никакой не чувствую. В принципе, по расходу бензина так же, машина так же едет, но просто дешевле. Пока ничего не чувствую. На двигателе 1,8 разницу чувствовал, здесь не чувствую. Может, просто этот двигатель более-менее как-то это, по барабану. Хотя, думаю, не должно быть. Зимой, конечно, не все сейчас здесь видно. Тут не такая личка симпатичная. Эти фонарики есть. Что это такое? Каменный цветок всегда с вами. Что-то, видимо, тоже из производства. Зимой, конечно, тут все по-другому. Ну, да ладно. Где торговый центр? Там где-то, наверное, ездишь и был. Да как здесь, литый, здоровенный такой. Рыженький, рыженький, симпатичный. Я чуть рыжий совсем не вижу. Ну, мы сейчас на правую подниму, наверное, увидим. А, кстати, вот заправка башнефть. Тут явно бензиня должен дешевле быть. Ну, да, видите, тут 95-й, 49-й, 22-й, 45-05. Вот, видишь, где бургерки написаны. Да, вот в этот сейчас торговый центр мы забежим. Оленюшкам купим поесть. Называется торговый центр Палермо. Палермо, елочка тут симпатичная. ДНС на плантеаннице сверху. Так, припаркуемся. Елочку покажем. Ну, екерный театр без 10, а он с 10, хотя перекресток с 9 и без перерывов. Вход со второго этажа. Ну, вот, рамы попали. Оно же и стульник. Свой телефон увидел. На 20 тысяч подорожал. О, жесть. Хотя обычно они дешевели раньше. В общем, сейчас продуктовый магазин и не выдвигаемся. Он, видишь, типа красотой сделали. Да, смотрите, вот сейчас морковь берем 50 рублей килограмм. Она мягкая вся. А, нет, 24, да. Это мягкая. Мягкая она вся. Мягкая, да? Да. Вот китайская, ну, как мы-то, импортная упаковка. 80 рублей уже. Хорош? Думаешь, хватит? Не, ну, да вам, ну, смотри, насколько ты щедрая. Мы сломаем еще. Все, хватит. Не надо что-то, если там мишка есть, что-то ему купить. А мишка что есть? Ну, я не знаю, может, яблоки там есть. Мандарины, апельсины. Ценники, ребята, вот повысились, ну, вот очень сильно. Вот реально. На продукты тоже. Сейчас яблоки, наверное, возьмем. Яблоки, правда, сейчас дороже банан стоит. Так, вот они яблоки. Яблоки, капец цены на яблоки. Надо дешевые какие-то брать. Ну, мишки, да, едят. Надо самые дешевые брать, которые вот не блестят, я думаю. Ну, почему? Вот эти не блестят. 100 рублей. Вот чуть-чуть яблоки взять, но тем более какие-то натуральные. Дома кофеек-то, чаек попили, а толка не поели. Сейчас надо будет чем-то перекусить. Все, йогурт хочу. Даже не знаю, что все возьмет. А, либо кефир, да. И она-то сейчас с булочкой пойдет, найдет. А мне булочку нельзя. Я, в общем, тут от сахара решил отказаться. И от хлеба. Блин, кефир выбрать-то. Там, там, там. Это что-то соленое, это точно я не буду. А что-то йогуртов даже нет. Кефир жбицкий, в принципе, неплохой. Но я хочу нормальной жидности, а его нету. Большую бутылку. Село зеленое. Хочете-то выберешь, реально. Грязно, конечно, не целый. Третье, таллицкий выбрал. 63 рубах стоит. Посмотрим. До 27-го, 1-го. А что, посвежее ничего нету? О, есть посвежее. Подорожание нет. Ну, вот, смотрите. Пицца. 59 рублей. Вот, посмотрите, какой кусочек стал. 75-ти граммовый. То есть, это на два укуса. То есть, либо раньше кусочки большие, либо сейчас вот такие. Ну, это вообще трэш, конечно. Блин, о чем нет, хочу взяла. Кушеньки, а мне такой нельзя. Это хлеб. Но ты себе, а я хочу, я себе. Чего-нибудь надо, это. Нет, хлебцы не буду хлебцать. Сырок кончится, возьмусь. Сырок возьму. Либо сырное что-нибудь. В общем, все. Закупились. Я буду кефир и банан. Сейчас есть. Ну, Ролинку бананом, конечно, угощу. Она будет морковку и... Хе-хе, яблоки грызь. Хе-хе-хе-хе. Ермолина фирменный магазин. Ну, это не то. Все, гоним, короче, к фирме. Сейчас Шевралинка нам зачитает интересную информацию по-палестскому. Что ты? Ой, ну что, знаете, ребята, я объелся. Кефир густой. Банан сытный. Ну, единственное, если каким-то козлом чувствую, ну, не в плане, что я козел, а в плане того, что чуть ли не травки я пощипал. Просто, насколько это хватит, интересно, сейчас посмотрим. Ну, все. Мы поехали по-палестскому, сейчас будем слушать Ролину. Вот. Итак, по-палестской, значит, когда он основан, мы уже видели, да? А когда? Ты запомнила. Офигеть. Она мне еще его просто задает, а? Сидит с телефоном. В 18-м году. Да, а какое население? Сейчас скажу. 60 тысяч 12. О, это больше, чем Снежинск. Больше, чем Рамиль. Ну, давай. Ролиночка, начинай. История. Давай, давай. Название Полевской образовалось от наименования местной реки Полевая. Первое письменное упоминание Полевского 1699 год. В пермских губернских ведомствах приводится текст «Жалобы Полевских крестьян на имя Петра I», датированный в 1700 году. В ней говорится, «Бьют челом сироты твои пашиные крестьяне Максимка Лопаткин, Федька Корякин, Микита Шишов». Я не могу это читать. Да не смейся, давай, давай, давай. Что там? На Драгуна Василия Мартынова. На внешнем 72008 году что-то. 1699 в ноябре противополевского деревни. Давай не буду я это читать. Не, ну ты выборочно же читай. Ну, чё, чему это читала ты сейчас? Ты выводку это сделай, чтоб людям понятно было. Чему? Они написали царю о том, что их избивают, да? Местные. Ну и чё? Отец этот царь ответил. Чё он не ответил? Чем закончилась там текст? Так, на ябре Василию островствуем всем. Тетяна Максимка, их уркат. Да ничего там, всё. Вот они написали письмо. В 1702 году Сергей Бабин, выходец из Арамильской слободы и Кузьма Сулеев, житель Куткинской слободы, открыли месторождение медных рук в лист реки Полевой. В том же году думный дядяк Виниус, которому было поручено организовать строительство металлургических заводов на Урнале, приехал в деревню Полевую и на Гумешевский рудник и взял эти земли введение государства. 10 июня 1718 года отряд Башкирова в главе с Чубаром Балагушевым напал на Гумешевский рудник. В итоге рудник был сожжён, поселение разрушено, часть людей убита, оставшиеся разогнаны по сей округе. Через несколько лет рудник был полностью восстановлен, однако официальным кодом основания Полевского победуя о башкирском разорении принято считать 1718 году. Как башкиры сдули-то раньше были, а? Ну а что-то всё на Свердловскую область нападали. Чулеобинской мало было, а? Хе-хе-хе, ладно. 23 июня 1722 года Пётр Первый издал указ, в котором повелел управляющим уральскими горными заводами, где Генину за часовой у Полевых речи построят медный завод, крепость Ишанец для охранения этого завода. Кстати, улица есть в И.Д. Генину в Екатеринбурге. В 1723 году было начато строительство Полевского медиплавительного завода, давшего жизнь посёлку будущему городу Полевском. Через год завод выдал первую медь. Вскоре в округе была обморожена железная руда. И в 1735 году на речке Северушки. То есть по-другому это северная полевая. В семи верстах от Полевского завода началось введение северского железоделательного завода, ставшего первым в основной посёлок посёлка Северский. Много. Северная часть города. Да здесь много? Ну, тут что-нибудь современное давай, по-современнее. Что там, статус мушкантис? С образованием в 1923 году Уральской области был организован Полевской район. Вышедший в его состав Полевской и Северский были отнесены к категории рабочих поселков. Извиняюсь, перебью. Центр города. Я читаю, я столько пропускаю так-то. А ты не была, что ли? Нет. Да ладно. Не, ну ты осматривайся, смотри, осматривайся. Тебя может читать ничего интересного, кроме трудного завода. Ну ты его посмотрим. 1 февраля 1963 года Совет депутатов трудящихся города Полевской передал подчинение Свердловскому областному совету депутатов трудящихся. Ну это неинтересно. По итогам местных референдумов от 14 апреля и 16 июня 1996 года было создано муниципальное образование современных границ. Ну, давай ниже, что там есть еще? Давай экономика. Тихо, тихо. Что, какие заводы? Развита металлургическая промышленность. Все? Крупными промышленными предприятиями Полевского городского округа являются ЗАО управляющая компания Северский завод ЖБИ. Вот, собственно. А, ЖБИ. О, ООПОЛИСКОЙ МЕТАЛЛОФУРНИТУРНЫЙ ЗАВОД ЗАО КОМПАНИЯ ПИАСТРЕЛО Ну, ладно. Все, понятно. Северский трубный завод. Вот он перед нами, кстати. Начинается вот он спереди. И давай, знаешь, еще посмотрим, что население-то нажми где. Посмотрим, оно прибывает, убывает или как-то еще там у тебя ниже должно быть население. Вот. Ну и что? А, население. Да проедь право. Ну, пронесни право. ПИПИКУЮТУКО, А? Только зеленый загорелся. Ну и что там? Смотрите, 350 лет памяти твоей верна Россия, Петр, первый там северский трубный завод. Значит, смотрите, видите, убывает население, все-таки убывает. 60 тысяч уже, да? Почему-то, видимо, жизнь ухудшается. Но, знаете, при нынешней власти все маленькие города, деревни, села, поселки, они все, в принципе, вымирают постепенно. Только большие города развиваются. Но это почему? Потому что в больших городах жизнь лучше. По крайней мере, здесь хотя бы есть работа какая-то, какие-то вот такие вот заводы, да? Можно там выживать, жить. А в селах, ну, как бы, уже работы нету. Все обанкрочено и так далее. И, соответственно, там нечем даже заниматься людям. Вот они все выезжают. Но по отчетам Владимира Владимировича, когда он докладывает, у нас все хорошо. На самом деле, ему тут все статистику собирает, она практически вся врется. На местах, везде. Смотри-ка, заборчики. Красиво покрашено. Мы же, вот сколько ездим, по деревням, везде. Сколько читаем, везде население уменьшается. Да, вот смотрите, Свердловская область единственный город, нет, ну, правда, не единственный. Ну, короче, я три города знаю, где население прибавляется. это Екатеринбург, это верхняя письма, который рядом с Екатеринбургом, и это, а что такое еще? Заречный. Все. У нас, например, в Челябинской области, ну, вот сам Челябинск, столица нашей области, он убывает. То есть, реальность, вот видите, Единая Россия, мы сейчас, это что-то нет, не уверен. О, смотри, сколько рыбаков с валацкой. Прикольно, да? Офигеть. Это современная тема, да? Раньше приходили скаловоротом, там, валенки, там, шубы, как-то рыбачили, холод. Сейчас в палаточке разделся до трусов сидит, балдеешь. Круто. Так, нам еще 50 километров вдалень и ферма ехать. Это была северная часть, которую Северск называют, а сейчас мы поедем, наверное, в южную часть. Заедем, да? Вот из нее уже будем выезжать из Полискова. тут зацепим совсем маленечко. И, кстати, здесь по полу там, минус 23, и вот цена на газ пропан. Не пойму, что там? Да ладно. 288. А, это пропан. Пропан. Подожди. Нет, это лимитан. Короче, не понял, 288. Нормально, дешево. Едем по южной части. Полискова. Она, конечно, уже, знаете, смотрится, как поселок. нет таких прям домов больших, как северной части. Но здесь на 4 градуса потеплее. Все-таки юг. А, вот музей какой-то. Музей. Полисковой исторический музей. Прямо видно, что на улице морозно. Такая тонко стоит. Здесь. Так, сейчас идем направо и уже из Полискова выезжаем. Дальше у нас только полдневая будет, потом грунтовка. Ну, собственно, все по грунтовке. поворот на Даутово и там как раз же поворот на Олени ферм и Кульские районы. Все, Полевскому пока-пока. Мы едем дальше. Ну, и на самом деле мы по малой части только лишь проехали. У меня вот про Полевской есть видео. Там мы ездили практически везде, просто есть там интересные и красивые домики. Наверное, я вот папку отдельно сделаю города. Туда все помечу. Сейчас время будет, сделаю. Реально надо заняться этим. Дорога от Полевского до Полдневая считается аварийно опасным участком. Все дело в том, что здесь дорога узкая, достаточно извилистая, много поворотов, также подъемов, спусков и качество дороги не очень. ее давно не ремонтировали, ну как ремонтировали, видите, заплатка есть, капитального ремонта не было. Поэтому здесь надо осторожно ездить. В принципе дополнивая больше, ну населенные пункты будут деревни, сворот, большие деревеньки. Так интересно, населенный пункт Родничок справа сейчас будет место где именно это родник видимо протекает народ останавливается набирает водички света. Собственно вот не остановка по-моему. Посмотрим машинки стоят, Стоят? Ну где-то здесь права он стоит. Там где-то снизу набирают. холодненький наверное сейчас вообще здесь перепады от минус 17 до минус 22 дороги. Тека западная часовая часовая из отрицательных особенностей этой дороги здесь практически никакой связи не ловит. По крайней мере КТС нет сети даже сотовой йота нет сети тачку поголовина нет сети тоже нет сети но видимо ни одна связь хотя нет Уралт возможно другой 2 доехали до полдневая я всю дальше хочу съездить но кинчурку маленький маленький населенный пункт интересно там 60 человек живет максимум на 35 километров это грунтовка морозится сразу стелется значит полдневая полдневая полдневской район это еще Сырловская область происхождение названия села может объясняться расположением когда полдня прошло и солнце как раз на главной улице но вероятнее всего поселение было названо по реке полдневскую а река названа так потому что течет с полденной то есть с южной стороны поселение было основано в 1735 году как деревянная крепость для защиты от башкирских набегов на ближайшие казенные заводы опять против башкиров башкиры что-то вообще быстро значит полевской и северский так ну это вот что они охраняли полевской и северский долгое время являлась самой южной пограничной крепостью на среднем урале но после укрепления русского влияния в башкирии оно теряет свои оборонительные функции превратившись в обычное поселение с 1760-х годов жители были приписаны к полевскому заводу жители села это бывшие мастеровые округа сесерских заводов главным занятием которых были куренные и приисковые старательские работы в окрестностях добывали хромистый железняк золото платину самоцветы хоризолиты занимались обжигом деревесного угля и гончарным промыслом значит при советской власти добывался известняк для для камского целезно-бумажного комбината имелся большой лес пром хоз животноводческие фермы третьего отделения совхоза северский в 1928 году был построен один из первых сельских клубов на среднем Урале вот так вот значит население к сожалению данные только на 2010 год но вот если брать с 2000 годов то есть в 2000 годах 1500 да 1596 человек было в 2010 уже 1427 то есть население бывает вот собственно немного истории от меня на самом деле не от меня зачитали с русской википедии это является самое южное село Свердловской области дальше уже Челябинской области ну собственно мы это увидим когда асфальтированная дорога закончится это будет как раз Челябинская область там будет табличка кстати детей что много да здесь а кстати да смотри домик просел что тут тротуара то нет получается все по дорогам ходят интересно кстати по сей день тут сельское хозяйство есть тут поля засеиваются мы летом проезжали все поля засеиваются и вот в конце где мы будем выезжать на левую сторону я внимание обращу там засниму там как раз ферма расположена коровники это понимает школа ну домики да страшненькие ничего не поделать жилые сейчас смотри европакеты стоят все жилое вообще американское твл илона маска вот поля видите даже зимой на них не работает вот там вот там видите вдалеке там вот ферма эти дымят но не рабочие коровники рабочие это за счет этого и живет полдневая все полдневая пока-пока привет наверное не говорил да ну привет всем ну все сейчас едем до Челябинской области туда где закончится асфальт и начнется грунтовка но вся слава богу зима надеюсь она уката на этом дорогах снегом неровная передаст камеры нет они так прям блестят солнышки ехать порть солнце конечно плохо зайчиков поймал слава богу сейчас спряталось за деревьями тут кстати лучше не гонять тут частенько могут косульки пробегать там голеняшки еще кто-нибудь тут и мишки есть и лосики есть сколько раза два я видел здесь косуль пробегающий поэтому разрешенное конечно 90 но я иду 60 70 ну да все-таки полнимая это не самый южный населенный пункт Соголовская область вот еще Филипп до Челябинска области тут кстати где-то есть заброшенная по-моему да в Филипповке заброшенная ПВО база но туда сейчас не пройти там какая-то частная территория огороженная раньше она охраняла наши рубежи когда Паулс в каком-то 1961 в каком-то году пролетал на У-2 отсюда тоже вроде как пару ракет запустили по нему тут кстати подеплило минус 15 уже кажется и вот мы с Ирловской власти заезжаем Челябинску это классно вот прям на границе до облаката да вот четко заканчивается асфальт начинается грунтовка кстати такая грунтовка подожди да ладно да ладно что свадь положили а когда успели я не верю своим шарикам что реально свадь что реально свадь представляешь я хочу остановиться потрогать его столько лет жизни мы тут ездили гробили машины да мне казалось летом ездил летом? ну сейчас проверю а летом когда успел? ну не знаю не помню ну кстати я не пойму это свадь нет но похоже на свадь посмотрите если земля замерзла она затаяла ну вроде свадь ё-моё я в шоке однако ну ладно посмотрим докуда дорога я просто вообще в шоке на самом-то деле я не ожидал когда я этот момент упустил капец ну да летом я наверное тут и не ездил кстати а этим летом поделись ну кстати да даже разметка есть офигеть ну ладно ладно у нас правительство что-то делает но эта дорога на самом деле ребята она так долго была разбита так долго оттуда свадьбу я просто в шоке я посмотрю неужели в сторону даутова и так далее там капец до сих пор в шоке я конечно в шоке я думал сейчас мы тут будем трястись я вот на это настроился уже а мы едем по ровной дороге охренеть охренеть будем реально освоить да я не верю до сих пор прикольно теперь можно вот например в ту часть Екатеринбурга где солнечно академически нам через эту дорогу ехать то есть за Ролины не заезжать а сразу туда ехать опять я в пролете слушай осваивать реально осваивать офигеть офигеть круто как успели бывает это не сон ну-ка себя ущипну нет не сплю ну классно классно сразу же 80 уже ездит спокойно тогда 40 ехали тряслись тут все круто представляете ребят тут недавно еще ну там года два назад автобусы отменяли из верхнего фолея в Екатеринбург потому что они всю подвеску здесь составляли реально представляете сообщения не было напрямую а сейчас получается все это возобновится можно нормально смотрите каменушка и плюс населенному пункту вот этому теперь классно то есть раньше щебенка была земля пыль постоянно стояла то есть машины проезжали пыль поднимали а сейчас будет асфальт уже такой пыль еще не будет круто и жителям даже лучше каменушки всем привет и мы получается сейчас доедем быстрее до поворота на ферму гораздо быстрее еще ништяк в общем обратно мы поедем другой дорогой это же не будем возвращаться параллельно там хочет покататься мы ее проведем там через карьеры проедем я все им анжелис называю а он забыл называть слома черемшанка вот через черешанку черемшанку верхнего фолей потом можно проехать через оракуль это по ну там то точно грунтовка до Вишневогорска с Вишневогорска выехать на трассу верхнего фолей косли там на косли и уже потом на м5 можно таким путем наверное так и сделаем пускай наши места посмотрят вот это мне есть вода ни разу нет ну вот тебе интересно и местным жителям плюс будет и сейчас сверлочанам плюс будет потому что здесь этой дороги все в основном едут на озера теперь не надо объезжать там круг давать Снежинск потому что он закрытый город а можно здесь спокойно ехать на любых машинах раньше на всех машинах пузытерка уж совсем совсем плохо было сейчас получается вообще и время не теряете по асфальту быстренько едете спокойно не растрясет ничего боленка и вот сейчас посмотрим сейчас будет поворот на Черемшанку на первнем уфалей по идее вот два года назад они отсыпали дорогу дотуда и вот сейчас посмотрим а смотри верхнем уфалей кослей написали вот туда асфальт по идее должен продолжаться на правом и прямо у нас тоже немного асфальта будет ну туда то я думаю они уже сделали дорогу дают грунтов там асфальт как бы но он разрушенный так главное что там асфальт интересно ну в общем вот по этой дороге мы обратно посмотрим классно ну и кто если едет с Екатеринбурга ни разу не был вот сейчас доезжаем до Перебреска прямо это наивку наснежилась направо даутова налево оленья ферма здесь будет табличка что оленья ферма и она будет только с этой стороны то есть челябинской стороны поэт этой табличке вот видите направо даутов налево оленья ферма здесь примерно ну километра три надо по грунтовке проехать бархатные рога называется а 6 километров на ней бузер Сесерская там же довольно таки узкая дорога но сейчас зимой вообще классно это грунтовки видите как все они тут чистят бульдозером в принципе достаточно ровно можно 60 дождей с покрытой ну хотя тресет у меня бы что-то мысли о грибах опять появились ну на следующий будет и следствует смешанное интересно наверняка что-нибудь есть кстати вчера по яндексу я увидел здесь что есть дорога отсюда прям через Сесердское озеро до Сесерти ну она как бы кратчайшая не знаю километров 50 наверное но она лесная дорога и вот интересно можно ли проехать ну нет мы там конечно не проедем не поедем но до озера Сесердское доедем хотя бы как посмотреть эту дорожку на будущее может потом с батей поедем попробуем ее преодолеть на вести вариаторной интересно пока зима здесь лесной нет дорога тут интересная тоже только виляет где-то здесь такой знаете будет полуразрушенный мост раньше всегда когда по нему выезжали боялись что она творится развалится ну что обучение кто его знает наверно вряд ли солнышко сегодня светит сейчас уже минус 17 здесь потеплее маленько это круто и деревья некоторые склоняются снега над дорогой пока никого не встретили помню на самом деле кстати тут хорошо достаточно почищено кстати а ну вот тут где-то мостик был сейчас на низине сейчас наверное не заметим даже а вот мы по нему и проезжаем видимо все-таки что-то с ним сделали о там порозник здесь не скажешь что ну да о линии ферма база отдыха 500 метров чудес вас доехать сейчас уже кстати тут можно увидеть линюшек там слева могут не подходить к ограждению это уже их зона то есть они тут гуляют в неволе правда получается но видишь тут я так понимаю они раньше были по крайней мере от авиационного армельского завода то есть они работали грубо говоря на аптеку на медицину у них же рога содержат там лекарства полезные вот им рога отпиливали и вот делали из них лекарства возможно так же продолжается я не знаю цель-то какая-то есть у них конечно понятно что на одних туристах тут и не проживешь вот мы с тобой сегодня едем ни одного на встречу не нам никто не попался о оленюшки оленюшки нет оленя не в отпуске значит увидим так и дорогу прям практически хорошо мы приехали на оленюферму сейчас по ней прогуляемся замерзнем все сделаем а вот они еще расчистили стоянки авто и дальше проедем до Сеседского озера туда датчик ну что лениферма привет до Сеседского до Сеседского